Этот витамин еще называют тиамином, тиовитамином и аневрином. Он отвечает за метаболизм, обмен углеводов, жиров и белков в организме. Это витамин В1. Давайте сегодня поговорим о том, насколько он полезен и в каких продуктах содержится. Так как тиамин накапливается в скелетных мышцах, сердце, печени и почках, он влияет на нормальный рост и развитие организма. В1 улучшает память, внимание и помогает сконцентрироваться, а еще регулирует настроение и помогает усваивать новое знание. На ваших экранах источники витамина В1. Это грибы, баклажаны, спаржа, брюссельская капуста, шпинат, фисташки и не только. А сколько витамина В1 необходимо употреблять человеку в сутки? Единоутвержденной дозы витамина В1 не существует. Считается, что оптимальным считается потребление порядка 1,5-2 мг витамина В1 в сутки. Но употребление свыше 5 мг может привести к передозировке и токсическим эффектам. Однако есть категории людей, у которых потребность витамина В1 немного выше. Это беременные женщины, это люди с заболеванием желудочно-кишечного тракта и печени. Может детям потребоваться тоже больше витамина В1. Витамин В1 необходим для производства глюкозы, которую организм использует для передачи энергии всем органам и тканям. Болезнь Альцгеймера и диабет развиваются или прогрессируют при снижении уровня глюкозы в организме. А вот прием тиамина предотвращает эти состояния. А еще тиамин – эффективное средство для лечения катаракты. А как понять, что организму не хватает витамина В1? Симптомами дефицита витамина В1 можно считать повышенную раздражительность, легкую забывчивость, снижение памяти. Также симптомами дефицита витамина В1 мы можем отнести плохой сон и головные боли. Может быть нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Самым частым и первым симптомом дефицита витамина В1 у взрослых будет являться изменение цвета языка. Он становится ярко-красным и он становится сухим. Если вы хотите получить больше тиамина из продуктов, то следует употреблять их в свежем виде, так как при термообработке витамин В1 разрушается. Чтобы тиамин лучше усваивался, во время его приема лучше отказаться от кофе, а также не стоит запивать этот витамин чаем. Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья. С вами был Дмитрий Шевцов и до новых встреч на телеканале ОНТ. Субтитры создавал DimaTorzok